Министр экономического развития Министр экономического развития внес в правительство уточненный макроэкономический прогноз на 2016 год и сценарные условия развития экономики на 2017 и 2019 годы. Кроме того, прозвучал оптимистичный прогноз цены на нефть – 40 долларов в этом году, 45 в следующем и 50 в 2018-2019 годах. И более того, Алексей Улюкаев заявил, что ожидается последующий рост ВВП. Сплошной оптимизм излучает министр, но так ли это? И о чем говорят инициативы и расчеты Минэкономразвития? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился экс-заместитель председателя счетной палаты Юрий Болдырев. Это говорит о том, что они ничего менять не собираются, а ждут милости от запада. Вот сейчас они предполагают, что цена будет более-менее стабильной, в районе 40-50-60 долларов за баррель. Давайте, как планируют на три года. А если завтра опять выяснилось, что цена вскакнет, они опять скажут, нет, давайте планировать на год. Это означает, что они совершенно не планируют чрезвычайно срочно выстраивать экономику более самодостаточную, ориентированную не на экспорт энергоресурсов, а на созидание всего, что нам необходимо внутри страны. Они даже не собираются это планировать. Они ориентируются исключительно на то, сможем ли мы в прежнем паразитическом режиме, проедая наследие предков, невозобновляемые природные ресурсы, как-то ни шатка, ни валка существовать до 2018-20-го и далее годов. При этом на фоне ожидания переговоров в ДОХе цены на нефть, кажется, начали движение вверх. Юрий Болдоров уверен, эти переговоры могут определить, сможем мы потратить больше или меньше ресурсов для преобразования экономики. Но есть одно «но». Но они-то так не мыслят. Для них встреча в ДОХе – это вопрос о том, лучше мы сможем паразитировать дальше или хуже, тяжелее нам будет паразитировать дальше. А путь паразитирования в любом случае ведет нас к смерти. Так как же оценить стратегию Минэкономразвития? Это путь абсолютно тупиковый, бесперспективный, ведущий к нашей дальнейшей деградации, неминуемому отставанию от Запада и, в конечном счете, само уничтожение страны. Абсурдно и преступно выстраивать вообще стратегию жизни страны в зависимости от того, какая будет цена на нефть. Выстраивать стратегию надо в зависимости от тех факторов, на которые мы можем повлиять или которые мы можем точно прогнозировать. Цена на нефть мы не можем прогнозировать всего двух факторов – либо игра стихийных сил, либо, в дополнение к этому, это игра наших противников, в которой мы играем абсолютно подчиненную роль. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok